Приветствую вас, мои дорогие друзья. Алексей Арестович ведет интересную, только ему одному понятную игру, по правилам которой, если он попадает в цель, значит, так и планировал, а если нет, то это был продуманный маневр. Без ошибок и без промахов медийная карьера бывшего советника администрации президента долгое время двигалась вверх, увлекая аудиторию якобы системными знаниями в области сути природы общества. Эксперт во всех направлениях, о чем свидетельствуют его разборы не только о политике и войне, международных отношениях, но еще и в области глубинной философии и психологии. Когда смотришь его выступления, складывается впечатление, что для Алексея нет ничего необъяснимого, тайного, что все ключи в его руках. Правда, обществу подаются эти смыслы не через его конкретные предметные достижения, нет. Через призму стереотипа о таинстве, всесильной и всезнающей разведке, к которой он имеет принадлежность. И снова же, если верить его словам. В России есть деятель, очень напоминающий мне Алексея Арестовича, это Александр Дугин. Его деятельность направлена на создание евразийской сверхдержавы. Дугин долгое время призывал ко вторжению аннексии Украины, имеет прямое отношение к созданию проекта так называемой Новороссии. Именно он создает идеологические гидры, против которых украинское общество и по сей день вынуждено защищаться, используя все свои силы. Между этими людьми есть много общего. Несмотря на то, что Арестович свои ранние контакты с Дугиным вывел за скобки, пояснив тайной разведывательной деятельностью в пользу украинского государства, влияние на него оказали существенное. По методам анализа общественных отношений, в принципе, природа вещей Арестович – копия Дугина, только в украинском контексте. И поверьте, существует крайне мало людей, которые работают в этой парадигме. Отсюда их связь не сиюминутная. Я подозреваю, что есть что-то большее и глубинное, что представляет интерес для детального исследования. Вижу перед собой на шахматной доске учителя и ученика, которые двигают единую методологию осмысления природы вещей, закладывают в массы идентичные когнитивные программы. С бородой или без плетется единая идеология, она пронизывает и вводит в зависимость массы. Если запустить ее глубоко в сознание, может в будущем дать очень горькие плоды. Глубинное шатание Дугина в дебрях его больного сознания повлекли за собой цепную реакцию действий, результатом которых стали сотни тысяч жизней, миллионы судеб людей. Чего ждать от вызревания Арестовича непонятно. Он намного более слабая копия своего учителя, но там и горшков побольше, у него есть шансы разбить. Особенно, когда он ставит в своей цели создание в Европе новой конфигурации оборонного союза. И не удивлюсь, если в итоге вскроется, что фундамент безопасности-то закладывал Арестович. Но кирпичи ему для этого подавал именно Дугин. Ну или патроны, как там получится. В общем, задумайтесь, обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайки.